В деревенском доме не утихает плач. Наталья Махмутова узнала, что потеряла старшего сына, 13-летнего Руфана. Мальчик отправился в такую долгожданную поездку в детский лагерь и утонул там в бассейне. Когда мальчишки, они же поспорили, кто дольше просидит в воде без дыхания. Когда все мальчики вынырнули, они минуту или две ждали, когда он выплывет. Но он не выплыл. Они его вытащили. Он был весь белый. Непонятно, где в этот момент был инструктор. То ли отвлекся, то ли вовсе не следил. Ясно одно. Тренер появился, когда мальчика уже подняли на бортик сверстники. Инструктора не было. Он пришел, когда он уже был весь белый. Они там все виноваты. Все виноваты. Мать утверждает, что ее сын не умел плавать. Но при этом его направили на занятия вовсе не в группу для новичков. Сказать, ты же не умеешь плавать. Зачем ты ныряешь? Должны были быть круги спасательные на рукавнике. Не на рукавниках. Ничего не было. Впрочем, в руководстве детского лагеря все отрицают. Мол, навыки в плавании у подростка были неплохие. Ребенок находился в той группе, которая конкретно уже умеют дети держаться на воде и, естественно, конкретно плавают. Само занятие, оно носило такого лечебного характера, оздоровительного характера. Просто слов трудно подобрать конкретно родителям. Просим прощения. В доме погибшего мальчика раздался звонок. Наталья ждала, что кто-то объяснит, почему погиб ее сын. Но услышала совсем другое. Пять минут назад звонил директор. Мой муж сейчас там. Дали ему 25 тысяч рублей. И на это все. Деньги показались чем-то оскорбительным. Будто сотрудники лагеря пытаются откупиться. Сейчас мать полагается на помощь следователей, которые уже начали проверку. Дети сегодня не спали. Вчера весь вечер плакали, узнали. Не спали толком. Звонит, заберите. Такой большой бассейн, как если по фотографиям смотреть, и один преподаватель был. У ворот детского лагеря подростков с чемоданами встречают родители. Из-за трагического инцидента смена закончилась раньше запланированного срока. Юлия Облицова, Анастасия Щапова, Иван Синецкий, Евгений Арсентьев, телекомпания НТВ.